В первой серии фильма мелкие группы регулярных объектов не рассматривались, но они несомненно заслуживают внимание. Например, встречаются очень интересные детали в трапециевидных нишах. Есть разные варианты образования верхних и нижних долей ниш в полигональных кладках. И если выделить в этой группе объектов регулярные моменты, они наверняка смогут рассказать о чем-то важном и интересном. Дело в том, что у людей на настоящий момент сформировался устойчивый образ некой усредненной во многих отношениях совершенной формы трапециевидной ниши. На деле же имеется немало их разновидностей и неплохо определяются разные варианты их создания. Итак, рассмотрим верхние и нижние доли трапециевидных ниш. Их боковые стороны. Верхние доли могли образовываться такими способами. Блоком перекрытием с ровной поверхностью. Либо блоком перекрытием с конфигурационной выемкой материала. И в проемах блоки перекрытия также могли подправлять выемкой. Что касается нижних долей ниш, то вариантов их образования немного больше. Нижняя доля могла образовываться блоком с выровненной под уровень поверхностью. Она могла образовываться из нескольких блоков. Ее могли создавать выемкой материала в блоке или монолите. Нужно отметить существенную деталь такого метода. Выемкой образуется не только нижняя доля ниши, но и часть боковых поверхностей. Причем иногда довольно значительная их часть. Нижнюю долю изредка могли сделать с помощью вкладыша из отдельного блока. У боковой ниши слева на этом фото уровень нижней плоскости находится ниже, чем у остальных трех в этом сооружении. И камень, который лежит у стены, годится на роль заготовки для вкладыша в эту нишу. Как видим, для каждого из способов создания нижней доли ниши должна быть своя логистика и свои способы. У трапециевидных ниш наблюдается еще и такой регулярный момент. Уровень верхних границ на одном участке сооружения у них соблюдался практически всегда. А вот уровни нижних долей в нишах этого же участка могли отличаться. Также и параметры боковых сторон могли сильно варьировать. Например, в одном ряду ниш наклоны боковых сторон могут отличаться и иногда довольно значительно. Более того, они могут быть разными и у одной ниши. Что касается боковых сторон, то нужно отметить еще такой момент. Если нижняя доля составлена из нескольких блоков, то их поверхности, как правило, подогнаны под один уровень. И это очень контрастирует со способом образования уровней боковых сторон. Поверхности блоков, составляющие в них боковые стороны, часто не имеют общего уровня. Каждый блок их образующий имеет собственную конфигурацию поверхности. И наклоны создаются неким усредненным их значением. Этот момент очень бросается в глаза. Ровные низы и верхи и разнокалиберные боковые стороны, расположение которых, тем не менее, образует расширение ниши внизу и сужение ее вверху. В связи с этим возникает несколько немаловажных вопросов. Почему наиболее строго соблюдались уровни верхних долей ниш? Почему поверхности, образующие уровень верхних долей ниш, во многих случаях выполнялись аккуратнее, нежели боковые стороны и нижние доли? Почему допускалось, что поверхности блоков, образующих нижние уровни, и особенно боковые стороны, могли быть иногда серьезно деформированы? Почему углы наклонов боковых сторон могли быть столь неряшливыми, а порой и откровенно условными? Есть интересные нюансы и в логистике создания ниш, но относятся они уже к другому вопросу, к вопросу об авторах полигональных сооружений. И связан он напрямую со способом, который употреблялся для подгонки конфигурации нижней поверхности блока перекрытия, когда она не совпадала с общим для этого участка уровнем. Самый простой способ, которым можно было бы исправить положение блока перекрытия, это подложить под просевшую сторону камень нужного размера. Чуть более сложный способ, сразу, еще до установки перекрытия, подобрать для боковых сторон такие блоки, чтобы с обеих сторон получался одинаковый уровень. Ни один строитель, будь он в здравом уме, не стал бы пренебрегать этими способами. Ни один не отдал бы предпочтение полному изменению конфигурации нижней поверхности блока тогда, когда проблему можно было решить радикально проще. И уж если отдавали предпочтение такому способу, то в нем, значит, был какой-то смысл. Да, если бы материал был податлив, то еще можно было бы согласиться со строителями. Мало ли, может быть тут страдало их чувство прекрасного, но ведь они имели дело не только с известняками, а и с гранитами. А исправлять форму гранитного блока ради нескольких сантиметров для этого должна быть веская причина. Либо возможность делать это не напрягаясь. Да к тому же исправлять ее нужно в столь неудобном положении. Когда решается долбить большую площадь гранитного блока, вместо того, чтобы обойтись секундным подсовыванием подходящего камня, это не смешно. Можно ли представить, что подобными вещами занимались инки, например? Нет, невозможно. Любой из них просто подложил бы камень. Да индейцам, судя по образцам, что мы видим в их сооружениях, точный уровень и не был нужен. Они довольствовались приблизительным его соответствием. Их это вполне устраивало. В то время как реставраторы все же старались придерживаться одного уровня.